Ой, что это? Кажется, самое время для нового выпуска обо всём и ни о чём. Как всегда, вас ждёт много всего интересного. Аутплей, творчество фанатов, баги, немного новостей из про сцены и ещё много всего крутого. Не будем терять ни минуты, и давайте начинать! Райот Геймс Ульты Шена с этой схемой раздавалось бы классическое МЕДИК! Продолжая тему медицины, тут выяснилось, что лига может положительно влиять на ваше здоровье. Игрок под ником Данк Планк болеет диабетом и внимательно следит за количеством сахара в крови. Он поделился на реддите графиком своего уровня глюкозы со специального устройства, и как можно заметить, он постепенно снижается после 4 часов вечера. Всё потому, что в это время он трайхардит в ранговых матчах, и стресс во время игры понижает уровень сахара так же, как это делает целая доза инсулина. Делаем вывод, что для диабетиков слитая катка приносит куда больше пользы, чем вреда. А сейчас тема, которая лишь косвенно касается лиги. В сети появился геймплейный трейлер новой мобильной игры по покемонам, которая будет в жанре сюрприз-сюрприз. Моба! Да-да, длинные ручки Нинтендо дотянулись уже и до этого жанра. Но интересен даже не этот факт, а то, что сама игра уж очень сильно напоминает Лол. Игроки обратили внимание, что карта выглядит почти точно так же, как и давно забытый режим Доминион, а сам геймплей схож с тем, что мы видели в роликах по Вайлдрифту. Пожалуй, я включу Шерлока и немного подедуктирую. Игру выпускает китайская мега-корпорация Tencent, которая также ответственна за Вайлдрифт. Что если выход мобильной лиги задерживается из-за того, что все силы уходят на игру по покемонам? Ведь фанаты этой вселенной могут принести куда больше денег китайскому магнату. Делайте выводы сами. Раз уж мы вспомнили про мобильную лигу легенд, то давайте узнаем, что в ней такого интересного сейчас происходит. Последнюю неделю пользователи Твиттера активно обсуждают обновленные сплэш-арты чемпионов и образов на них. Первую волну негодований поднял пользователь с очень говорящим никнеймом Pixel Buds. Он обратил внимание, что многие откровенные места на картинках подверглись цензуре. Так у Джинкс появился бандаж, а одежда многих женских персонажей заметно удлинилась. Мы уже упомянули, что за издание ответственна китайская компания Tencent, которая в основном ориентируется на родной рынок, так как в Китае больше всего мобильных геймеров. По всей видимости, правительство страны попросту не разрешит выпуск игры без подобной цензуры. Изменениям подверглись лишь женские персонажи, что очень странно, ведь в игре достаточно мужских героев, которые сверкают оголенными сосками. Хотя все же арты некоторых чемпионов мужского пола подверглись изменениям. Twisted Fate лишился пары карт из-за китайского запрета на азартные игры, а грозовому клинку Zed'у зачем-то добавили корону. На данный момент неизвестно, будут ли эти нововведения влиять на внутриигровой облик персонажей, но пока все это кажется очень странным. Пока художники из Riot Games вовсю исправляют сплэш-арты чемпионов, фанаты обновляют внешний вид устаревших персонажей. Так, например, Джонас Казан в своем твиттере опубликовал, как мог бы выглядеть обновленный мастер Yi. Сразу возникает мысль, что маска оригинального мастера скорее смешит, чем устрашает, и без нее ему куда лучше. А вот художница под ником Вераука поколдовала над концепцией и обликом Жанны. Похоже, не меня одного смущал этот чересчур вызывающий внешний вид богини ветра, который уж очень недостает возвышенности и угрозы. Именно это и смогла исправить Вераука в своем концепт-арте. Такой Жанне уж точно будут молиться все моряки-рунтеры, иначе им сильно не поздоровится. А как вы думаете, нынешний вид Жанны полностью выражает всю суть персонажа, или ей нужно визуальное обновление? Следующее фанатское творение выглядит как нечто, что обязательно должно существовать в игре, но почему-то этого там нет. Художник под ником Рон Бройд проделал огромную работу над образом Мордекайзера из Темных Вод. Его внешний вид уж очень напоминает Дэвид Джонса из Пиратов Карибского моря, особенно этими щупальцами у рта. Отдельного внимания заслуживает ульта в этом образе. Кракен, тянущий свои щупальца к арене Мордекайзера, вызывает просто мурашки по коже. Как говорится, Рита, плиз! Художник из твиттера под ником Иэн также пополнил тематику Темных Вод новыми образами. Джинкс Ивай в его исполнении выглядят чертовски здорово. Отдельного внимания заслуживают перчатки пилтоверской полицейской, на которых красуется орнамент одноглазого Кракена. Наверное, с таким орудием выбивание зубов заунским преступником выглядит в разы эпичнее. В машем! Среди фанатов лиги хватает не только художников, но и отличных скульпторов и рукоделов. Вы только посмотрите на эту чудовищно красивую скульптуру Кассиопеи под авторством Манкея. Скульптор изобразил героиню прямо во время нападения на свою жертву, отчего работа, безусловно, только выиграла. По словам автора, он не будет доделывать работу до конца, однако то, что имеется уже сейчас, хотелось бы купить и поставить на полку. А вот эта фигурка Фиделстикса от пользователя под ником Эвен Леон знает, как оставить после себя кошмары ее владельцу. Выглядит круто, но увидеть ночью такую я бы точно не хотел. Оцените этот свеженький косплей на сета из механических царств. Вы только посмотрите на работу с мелкими деталями, а особенно на светящиеся фрагменты. Кажется, на создание косплея автору потребовалось все время карантина, но это того стоило. Остается понять, удобно ли в такой броне качать пресс. А как вам перчатка из реалия, собранная полностью из мусора? Интересно, чем таким изысканным питался автор, что смог найти в своей мусорке такие детали? Ну и завершим парад подделок духовным ружьем Тима, созданным на 3D принтере. Работа мастера под ником TexShin поражает своей детальной проработанностью. Очень надеюсь, что им нельзя пуляться дротиками в прохожих, и в скором времени мы не услышим об авторе в сводке криминальных новостей. Думали ли вы когда-нибудь о том, как здорово было бы взглянуть на модельку образа перед его покупкой? Игрок под ником Break смоделировал, как это могло бы выглядеть в клиенте игры, и в качестве примера использовал престижную КДА Акали. Пусть не все модельки поголовно выглядят презентабельно, многие из них проработаны довольно детально, но во время матча не удается рассмотреть всю их красоту. Хотя, с другой стороны, клиент не всегда показывает список друзей, и у разработчиков есть более важные задачи, чем это. Готов поспорить, что каждый из нас мечтал создать свою собственную игру с Blackjack'ом и лутбоксами, но мало кто действительно брался за это дело всерьез. Обычно творческого порыва хватает на день, а затем желание постепенно сходит на нет. Но вот ютуберу Трену Блэку хватило и 24 часов, чтобы создать собственную версию Лиги Легенд. В качестве движка он использовал Юнити, а главным героем своего великого произведения сделал Эзреаля. По итогу у него получилась небольшая часть карты Ущелья Призывателей, на которой нашлось место одной башни и кучки миньонов, которых та самая башня наотрез отказывается убивать. Что-то мне подсказывает, что в этой игре баги встречаются невероятно часто, хотя и в самой Лиге без них никуда. Давайте посмотрим, с какими багами успели столкнуться игроки за последнее время. Начнем, пожалуй, с новой находки Вандерила. Если вы до этого считали Атрокса довольно сломанным чемпионом, то посмотрите, что он творит в связке с Таам Кенчем. Если во время использования Ешки от Рокса его проглотит и выплюнет Таам, то Даркин может долететь прямо до конца линии. Важно, чтобы направление рывка совпадало с тем, куда его выплюнет Кенч, иначе фокус не сработает. Похоже, Речному Царю действительно не помешал бы реворк. Говоря о багах, как мы можем пройти мимо Мордекайзера? Даже после своего долгожданного реворка он не устает удивлять нас новыми ошибками. В этот раз Железный Призрак забрал в свое Царство Смерти ни много ни мало целое ущелье призывателей. По этому фрагменту не очень понятно, что именно повлияло на возникновение ошибки. Однако внешний вид карты вполне даже неплох. И я бы даже не отказался сыграть пару матчей на ней. С довольно необычным багом столкнулся игрок под ником HellRiven. Играя за Ренгара, он хотел удивить врагов внезапным появлением, но в итоге удивился сам. Нападая на ничего не подозревающую Кайсу, он не рассчитал урона и в итоге был вынужден отойти в кусты. Экстековый ультиматум от Камилы не дал леснику добить жертву, но жажда наживы оказалась сильнее логики. Ренгар быстро переквалифицировался из бойца ближнего боя в стрелка и за пару ударов добил бедную Кайсу. Теперь я точно не хочу увидеть этого охотника во вражеской команде. Ну и закончим рубрику «Забавным багом с Вуконгом». По всей видимости, баловство с увеличением заколдованного посоха сыграли злую шутку с королем обезьян. Хорошо, что он перерос это, пусть и в буквальном смысле. Забавно, что тень героя осталась прежней. Видимо, физика солнца во вселенной игры работает иначе. Ну и куда же, куда же мы без зрелищных разыгровок? К вашему вниманию, рубрика «Аутплей». Давайте посмотрим, что такого необычного могло произойти с Сиджоанне и Драконом. Кажется, у воительницы из Фрельорда нет никаких шансов захватить своей команде желанный баф воздушной рептилии. Однако, не спешите с выводами. Пусть наездница и погибает в схватке с Блицкранком, у неё всё ещё остался козырь в рукаве. Саппорт красной команды изо всех стил старается принести пользу своим тиммейтам. Какие-то пару хп и... Сиджоанне добивает эпического монстра. Всё потому, что лесной талисман оказался сильнее груды металла. Как говорится, всё так и планировалось. Игра на трэше требует много практики и знаний об игре. Но когда всё окупается, это определённо того стоит. Вот и в этой игре трэш вылез практически из невозможной ситуации. Удачный хук в Тарика вытаскивает саппорта из-под ульты Пайка и позволяет уйти из схватки победителем, пусть и на лоу хп. Тут не грех и поспамить эмоции седьмого ранга. Редко, когда со случайными игроками получается сделать зрелищное комбо. Но вот у этой команды действительно получилось. Удачный снежок от Сета и последующий бросок вместе со стяжкой собирают команду противника в одном месте. Заражение Кроби от Владимира увеличивает урон по врагам. Ульт Кианы не оставляет ни единого шанса на побег. А последняя Искра от Люксы отправляет выживших врагов отдохнуть на базу. Вот что называется Тимворк. Вам наверняка очень интересно, что там происходит в киберспорте. Спокойно. Сейчас всё расскажу. Саппорт испанской команды Mad Lions, Кайзер, стал MVP мид сплита и по этому поводу дал небольшое интервью. В нём он озвучил спорную, но довольно интересную мысль. Кайзер сказал, что был удивлён, когда получил статус MVP. Ведь обычно этот титул достаётся игрокам на АДК, а саппорты часто остаются в тени. Также он отметил, что эта победа не только его, но и всех саппортов из киберспорта. А что вы думаете по этому поводу? Считаете ли вы, что роль поддержки недооценена, и мало кто обращает внимание на её заслуги? Или же Кайзер преувеличивает? Напишите своё мнение в комментариях. Ещё одной новостью прямиком с киберсцены стал конфликт между членами китайских команд IG и LNG. Между собой столкнулись тренер Invictus Gaming Сяо Цян под ником Крис и лесник Ленинг Гейминг под ником XX. Конфликт оказался настолько серьёзным, что решать его пришлось администрацией мероприятия. По проведённому расследованию выяснилось, что камнем преткновения стала публикация XX в китайской социальной сети Weibo, в которой он весьма грубо высказался о тренере IG. Ход дальнейших действий неизвестен, но обе стороны конфликта серьёзно нарушили правила мероприятия, а именно, заходили в лаунж-зону чужой команды и обзывали друг друга нецензурными словами. В итоге им обоим придётся выплатить большой штраф организаторам. XX должен выплатить 50 тысяч юаней, а Крис – 10 тысяч, что при переводе на русские деньги равняется 500 и 100 тысячам рублей соответственно. Если вам интересно, чем же закончился матч, то Invictus Gaming разгромили оппонентов со счётом 2-0, а сам участник конфликта XX по итогам серии показал наихудший результат среди всех игроков матча. Его влияние на игру оценили всего в 10%. Такие дела. Большое спасибо, что смотрите наш канал и оставляете комментарии под видео. Настоятельно рекомендую нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!